Радиационную обработку продуктов питания и медицинского назначения обсудят в течение трех дней в Академии наук Республики Узбекистан в рамках семинара с участием Международного агентства по атомной энергии и ведущих международных экспертов. Цель – ознакомить предприятия Министерства сельского хозяйства, производителей фрукто-овощевой и пищевой продукции с существующими новыми методами ее обработки, а также изучить опыт специалистов данной области. Радиационная обработка продовольственной продукции безопасна, полезна и эффективна. Подобная методика в мире уже признана в качестве отдельной отрасли промышленности, а технологии облучения находят применение во многих сферах индустриальной деятельности, таких как хранение продуктов питания, продление сроков хранения фруктов и овощей, стерилизация и обработка медицинского оборудования. Узбекистане к проблеме подходят с учетом зарубежного опыта и собственных приоритетов. В стране выращивается и производится продовольственной продукции в разы больше, нежели потребляется. В связи с этим актуальность приобретают вопросы экспорта продовольственной продукции, прошедшей обработку. Экспорт продовольственной продукции, произведенной в Узбекистане, особенно учитывая ее прекрасные качества, становится очень актуальным. И эти задачи, поставленные руководством страны, увеличат в ближайшее время экспорт продовольственной продукции в 3-4 раза. Надо создавать центры в различных областях, в Ирганской долине, скажем, в Самарканде, в Новоинской области, в Ташкенте, с тем, чтобы использовать эти технологии. Мы знаем, что Узбекистан планирует установить линейные ускорители для радиационной обработки и обеззараживания продуктов питания. Это очень правильное решение, и наша миссия будет проста. Помочь и поделиться своими знаниями о радиационной технологии обработки продуктов питания. На семинаре с участием отечественных производителей и зарубежных экспертов обсуждали применение подобных технологий в Узбекистане. Необходимость этого мотивируется конкретными фактами об употреблении некачественных, необезвреженных продуктов, что зачастую приводит к отравлению различным заболеваниям и осложнениям. На сегодняшний день в мире увеличивается число пищевых отравлений. И этот показатель в развитых странах составляет 30%. Согласно информации, сегодня в мире производится 4 миллиарда тонн продовольствия. Из них более 300 миллионов тонн мясных, 800 миллионов тонн молочных продуктов, свыше 700 тонн зерна, более 500 миллионов тонн фруктов. И чтобы сохранить необходимые калории, важно снизить потери от неправильного хранения и транспортировки, утверждают специалисты.